здравствуйте сегодня мы посмотрим чемоданчики для переноски грамм пластина ну как понимаете раньше грамм пластинки были дефицит и брали с собой в гости чтобы там послушать потанцевать и потом носили обратно но и носить их надо было в чем-то поэтому для этого производились вот такие вот разные чемоданчики но у меня вот здесь 5 разных моделей точнее как 4 разных модели три разные и два одинаковые модели вот может быть есть где-то еще но я пока не знаю где поэтому мы сейчас каждую эту модель откроем посмотрим как она и что она и зачем она и так начнем и вот с этой модели у которых у меня две две одинаковые штуки вот как это все выглядит вот такие чемоданчики с достаточно хорошими такими вот уже ручками как у нормального такого тяжелого чемодана замки сейчас мы посмотрим как это открывается а так достаточно жесткий замок конечно смазать но пока не буду открылся так заглянем внутрь но внутри как вы видите ничего особенного обычный деревянный ящик я так понимаю фанерный ящик никаких уплотнить этих уплотнителей ничего для пластинок нет но наверное предполагалось что они будут носиться в бумажных пакетиков которые обычно продавались пластинки и поэтому не будут особо стучать друг от друга так сейчас мы уберем эти и посмотрим другие модели вот теперь нас вот такая вот модель несколько другая здесь ручка попроще кстати уже изрядно изношена но у нее видите как на основании металлическое поэтому в принципе ничего страшного даже если это развалится снаружи такая псевдо кожаная обвязка то ничего страшного не будет замочек так открываем здесь попроще у нас так внутри но внутри здесь явно сделан из прессованных прессованного картона типа там не знаю как сейчас это самое прессового папье маши или чего-то в этом духе то есть просто толстый картон тоже никаких уплотнителей ничего нету тоже как бы наверно предполагается что его пластинки в нем переносит бумажных конвертах так сейчас мы возьмем следующую модель и меню пас теперь нас вот такая вот другая модель еще одна она несколько по-другому выглядит но судя по всему она вообще сделана пускать из тонкого достаточно тонких картонок вот это очевидно винтики уже позже были приделаны чтобы как-то его укрепить видно она разваливалась открывается она вот таким способом есть другие замки вот другие замки вот и даже вот тут так откидывается увидеть что это просто такая картонка вот даже тут нечто было подобное на какой-то демпфер вот ну и здесь сверху видите такой как демпфер но этот демпфер там внизу уже давно засох хотя он как тканевый но было видно таком клее что этот клей со временем стал просто деревянный вот такой вот тоже симпатичный чемоданчик легенький ручка видите совсем у него такая простая ну вот и вполне таскать развалится и достаточно легко уже от времени ну и в конце у нас вот такая вот модель вот ручка у него тоже такая видите как-то дермантиновый как я понимаю не вижу здесь есть какие-то металлические основной части или нет но похоже что нет но она так сказать достаточно интересная потому что внутри она устроена совершенно отлично чем все остальные вот посмотрите это гармошка в которой укладывались пластинки вот такая вот гармошка здесь вот такая вот этикеточка сейчас я крупно покажу фотографию сделаю видит такой сохранился металлический шильдик который здесь прибит вот такой а вот здесь вот у нас есть такая штамп плохо различимый но видно что это 20 какой-то декабря 1957 года 57 до 50 седьмого года то есть это вот то та дата когда было выпущен этот чемоданчик в 57 году ночи достаточно давно уже 66 лет нет не 66 соврал до 66 лет будет наверное декабря 65 лет этому чемодану вот будет 66 лет ну вот как бы на этом все про эти чемоданчики спасибо вам большое и до следующих встреч на полях рухляди в которую я периодически вытрапываю где-то у себя одна во всяких там стеллажах и прочим где у меня лежит ящиках и вам показываю спасибо вам большое до свидания до встречи